Эти стены помнят, как в 70-х здесь, в то время Доме культуры, давал один из своих первых концертов еще никому неизвестный Валерий Леонтьев. Тогда песен ему никто не писал. И пел артист то, что слышал по радио. Но то самое свое выступление в Лойме наш ныне именитый земляк помнит очень хорошо. Это был первый концерт в селе Лойма в Коми СССР. Был февраль или январь, неважно, и был чудовищный мороз, минус 40 чего-то там. И концерт состоялся в клубе, то есть бывшее здание церкви. Сначала надо было натопить, привести это в человеческое состояние. Мы сначала разрыли в сугробах поленицу дров, скололи с них лед, потом растопили печь в этом здании церкви. Потом поставили обе колонки, тогда, знаете, аппаратура была радуга, с собой возили в автобусе Кубань. Потом пришли все 20 зрителей, расположились на этих лавках. Так было интересно, у нас барабанщик был, который, когда едешь по селу, дети бегут за автобусом. О, не видишь, автобус Кубань, да, артисты едут. Он открывал окно и кричал, а дети бегут, полтинники, полтиннички, быстро, потому что детские билеты были по 50 копеек. Он говорил, полтиннички, все на площадку, все на площадку. Ну и вот, таким образом, на площадке были и полтиннички, и те, кто по рублю. Сегодня здесь, на месте сцены, в зимней части храма полная разруха. Службы пока идут в летней части, где чудом сохранились фрагменты уникальной росписи в стиле знаменитой Воснецовской школы. Это известные образы, образ Божьей Матери, который мы видим здесь, остаток, вот, младенец Христос, и там не виден лик уже Божьей Матери. Это точно такой же образ есть в храме, где расписывал сам Виктор Воснецов с Нестеровым, с художником в Киеве, в храме равноапостольного князя Владимира. То есть, вот там, там огромное вот это изображение Божьей Матери на алтарной стороне. Сегодня храм потихоньку восстанавливают. В 2012-м здесь полностью заменили разрушенную кровлю. Правда, через год крышу снес сильнейший ураган. Словно испытывая силу веры местных жителей, люди рук не опустили. И сегодня церковь снова сияет новой кровлей и куполами. Кроме того, здесь построили малую колокольню, обновили церковную утварь. Сегодня настоятель, отец Владимир и землячество Прилузское активно проводят работу по привлечению финансовых средств, меценатов, всех тех неравнодушных людей к восстановлению и реставрации этого храма. Сегодня в планах установка пластиковых окон. К слову, некоторые рамы в церкви сохранились еще с дореволюционных времен. Как дальше пойдет работа, отец Владимир не загадывает. Говорит, если Бог даст, храм вернет себе былые красоту и величие. Константин Куратов, Елена Кононова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Прилузский район.